так у меня сегодня специфическая задача мне необходимо почистить датчик дмрв датчик массового расхода воздуха он стоит сразу после фильтра у меня skoda octavia 1.9 tour это tdi-agr самый простой дизель но в принципе без разницы речь идет о чистке дмрв для этого необходимо снять крышку чтобы открутить сам датчик в принципе можно и так открутить но здесь стоят я уже открутил винтики с внутренним пептиком нет у меня такого нет такой звездочки с дырочкой поэтому я откручиваю вот таким методом просто за шляпку если ровно взять и помучатся то несложно откручиваются тут главное правильно взять без наклона если правильно берешь то откручиваются нормально как до него добраться но снимаем патрубок для того чтобы в общем то нужно снять не только датчик но и почистить там воздуховод который идет к датчику потому что масло бросает пыль осаживается какая-то там есть все-таки увидите пыль есть я делал том что его снимал посмотрел что я это могу сделать и уже теперь показываю вам значит снимаем патрубок воздушные снимаем фишку вот здесь такая душка ее на себя надо потянуть она должна сказать клац если не клацает попробуйте ее натянуть туда и клац и она тогда снимается значит да не делайте это отверткой или плоскогубцами потому что эта душка сломается и потом вам сложно будет вообще открыть откручиваем два винта крестовой отверткой и снимаем крышку ну как крышку снимать вы знаете потому что регулярно меняете фильтр воздушный кстати я тоже собираюсь его поменять ну все теперь на что я хотел обратить внимание сейчас смотрю видно вам или нет да я открутил эти два винта они вот с пыль таком поэтому обыкновенной шестиграна не подходит откручивал как я сказал за шляпки открутил и дальше собственно проблем нет там на колечке резиновом держится поэтому аккуратненько ничего не повредится если вы немножечко подковырнете отверткой и вот он вытаскивается но его только вытащить недостаточно необходимо полностью промыть воздуховоды они грязные поэтому тут нужно еще открутить вот эти вот два винта крестообразных для того чтобы вытащить и помыть эту всю трубопроводную трубопровод воздушный от нагара кстати ну сейчас я в более светлое место перейду сейчас в гараже и покажу что нагара тут в принципе прямо очень много а он к этому очень чувствительный к отслоению масла и нагара переходим более светлое место так я перешел на мое любимое место капот жигулей открутил я эту корпусную деталь для чистки просто два винта крестовой отвертки нужно чтобы вытащить немножко проворачивайте потому что он там на плотной резинке стоит и он тогда хорошо вот все здесь нужно просто бензином помыть внутри снаружи без разницы а внутри убрать небольшой шелест от березы поэтому может быть немножко плохо слышно значит как я уже говорил здесь эта деталь вытаскивается не сложно просто берется и так пошатыванием туда-сюда вытаскивается потому что тут тоже резинка и здесь тоже нужно везде промыть значит я хотел показать что здесь но очень много нагара вот столько видно ну прямо много нагара это все нужно вымыть причем он критичный для различных растворителей не выдерживает желательно использовать качественный с органическими растворителями это например есть растворители вюрт или специально для чистки датчика массового расхода воздуха специально есть такие спрей поэтому будьте внимательны необходимо его там хорошо растворить для этого пшикать и убирать пшикать и убирать никаких щеток применять нельзя это категорически запрещено почему потому что там очень тоненький волосок который имеет очень маленькое сопротивление очень критичен к толщине ну и вообще нельзя использовать никаких ну таких грубых вещей и тем более да даже растворители типа ацетона тоже нельзя использовать поэтому будьте осторожны ну а так в принципе он же рассчитан сюда попадает масло поэтому он дизель как видим нагар попадает здесь все в масле он выдерживает но только нужно хорошо его промыть чем я сейчас собственно и занимаюсь поэтому обратите на это внимание все я просто заливаю туда растворитель выливаю это раскислитель ростов он снимает окислы но вюртовский он на органических растворителях собственно и все вот в этом и будет состоять промывка я сейчас весь его корпус собственно не играет роль это я могу и тряпочкой вытереть здесь никаких сложностей нет можно бензинчиком соляркой а внутрь только качественным растворителем в общем-то в этом и будет состоять чистка и собираю в обратной последовательности и так да я корпус помыл бензином просто обыкновенный бензин но снаружи в этом нет никакого криминала но а уже в середину корпуса именно там где датчик это такой волосочек туда я заливаю только хороший растворитель правда у меня уже немножко не очень пшикает но он заливает видимо глаз уже закончился так ну и корпусную деталь вот эту тоже я хочу помыть почему потому что тут каналы специальные которые пропускают определенное количество воздуха и они тоже забиты нагаром нужно его промыть собственно в этом и заключается вся промывка это все что вы можете сделать отремонтировать его нельзя можно только или купить новый причем новый это может быть или заменитель китайский но смысле копия китайская или оригинал разница в цене если хотите качественное покупайте оригинал но покупать китайскую копию не советую повторяйте собирайте в обратной последовательности пользуйтесь во всяком случае это все что вы можете сделать с массовым расходом воздуха